МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господа, мы так сошли до этого круглого знака не случайно. Во-первых, отсюда открывается, приходите в ста, потом еще туда вернемся, позади знака, очень понятная панорама на портовое сооружение. В центре здание, напоминающее древнегреческий фрам, здание Бетла. Справа и слева одинаковые фасады, симметричное здание с ладонь или подгалом. Слева, где мы увидели, мы взрослые и логические людей, над ним возвышается башенка, кабинета нету, что пульс там, и с правой стороны тоже склады, подгалом, но уже там находят несколько пустофагических. Но более интересно, здание с круглой башенкой, это здание портовой тонны. В центре, посмотрите, якорь, причем, если смотреть на этот якорь, мы видим лишь его, ну, какое, его изображение, но он, на самом деле, не изучает всю композицию, частью герба города Санкт-Петербурга. Речной, а морской якорь высечен складами, границей. Причем этот якорь, Дмитрия, абсолютно настоящий, найденный более 10 лет назад, здесь же, на Васильевском острове, когда рыли котлован для одного издания. Нашли яхарь, и нашли его применение здесь, в очередной римляне. Ну, а в астральные колонии, посмотрите, как с одной стороны, они симметрично замыкают, попадают, справа-слева, острые носы кораблей, еще древние римляне, украшали носами отверленных крашек кораблей под около ротоколонии. Наши вполне верно украшали. Архитекторы там, это там, они заказали, выполнили и наверняка обратили внимание, когда мы проезжали, женские и русские фигуры, вот справа и слева, они символизируют четыре великие русские реки, Нева, Волтов, Волка и Ольга. В то же время эти колонны являются поиками для рукава, большой, но с левой стороны, для рукава мало не было. Когда-то они наполнялись красным, поджигались, но сейчас от небольших петербургских праздников поджигают газ и они тоже наполняют кламенем эти огромные чаши. Еще это место очень удачно для панорамы на акваторию Невой. Пойдемте к гранитной облицовке. Именно здесь, на этом острове. С него можно было контролировать два рукава не воз. Малость и большую нему. Именно поэтому Пётр останавливает свое внимание на этом воздухе. Как только появляется возможность, Пётр Первый перестраивает дерево земляную крепость в камни. Ну а во времена уже Екатерина Второй, бастионы крепости, выступающие части крепостной стены, одеваются в границу. Так же, как и набережная Петербурга. И в центре мы построим с Молоченышкой самую высокую архитектурную точку Санкт-Петербурга, Петробамбург и Собот. Что завершается, что Ангел Крестов, хранитель Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга 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 Санкт-Пет heures Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!